Фойе городского дворца культуры развернула самая вкусная и аппетитная выставка. Сельхозперерабочики представили свою продукцию. Мясные деликатесы, молочные, кондитерские изящества, крепкие сладкие напитки и, конечно же, мозорская особенность, соль и все от нее производные. И все же главное в этот день люди с красными лентами. Слесарь Александр Карабун был задействован на ремонте сельхозтехники. И он и его коллеги понимали, они звено одной цепочки. Мы готовили сейл. Ремонтом занимались, обслуживанием, сельхозмашин. Я сам слесарь. А вот часто техника ломалась? Часто приходилось помогать сельчанам? Очень часто. Но поломок таких, как таковых, не было. У нас в основном техника все новая. Я считаю, что в этом году сработали мы отлично. О такой технике еще десяток лет назад и мечтать не могли. За плечами Якова Ивановича Града, красная лента и 54 года стажем. А на груди медали ордена. За работу. Работу на земле. Я считаю, что мой труд, он всегда, всегда благословен и окупаемый. Мне было не стыдно работать. И я старался, пока не вышел на пенсию, призывать народ, призывать молодежь к сельскому хозяйству, к выполнению всех задач, которые были поставлены. Яков Иванович волнения и гордости не скрывал. Коллеги аграрии порадовали урожаем. Музырский каравай в этом году весит более 30 тысяч тонн. Отличный урожай, рекорд за последние годы. И в 21 веке хлеб всему голова. Председатели сполкома Евгения Даменко и руководители сельхозпредприятий цену этим караваям знают. На смену жаре приходили дожди, погода сельчан не баловала. Но к погодным сюрпризам аграрии люди привычные. Трудолюбие, желание собрать весь урожай, современная техника. И как итог в районе в этом году 12 тысячников. Все сельхозработы года от посева до уборки для крестьянина проходили в сложных экономических условиях. Пророст все цен на промышленную продукцию, горучие смазочные материалы на фоне дефицита финансовых и материально-технических средств. Несмотря на это, наши труженики села и в текущем году выполнили весь плановый объем сельхозработки и получили достойный урожай. Сельхозпредприятием и районом в 2012 году произведено зерновых и зернобобовых культур в количестве 30 941 тонн. При урожайности 33,9 сантиметра с гектара. С одного балла гектара получено 123 килограмма зерна. Совхозкомбинат «Заря» – СПК «Родина», «Козинки Агро» – экспериментальная база «Криничная». Они – лидеры нынешнего урожая. Их представители чаще других поднимали за наградами. Кстати, стоит отметить, что и на всебелорусских дожинках в Горках звучало название двух хозяйств Мозрщины – Совхозкомбината «Заря» и Слободского имени Ленина. А на областных дожинках в Рогачеве более 10 раз Евгений Буниславович поднимался на сцену за наградами для района. И это не считая руководителей сельхозхозяйств. Мозрский район в этом году абсолютный лидер практически по всем показателям. На сцену ГДК поднимались все, чьими трудами и стараниями аграрная Мозрщина процветает. Механизаторы, комбайнеры, водители, механики, животноводы, растеневоды, переработчики. Простые труженики, которые не привыкли быть в центре внимания, которые привыкли работать. Цветы, грамоты, благодарности, дипломы, а еще концертная программа – насыщенная и яркая. Хороший отдых перед новыми трудовыми буднями. Ведь на селе так мало выходных.